МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Мирамгуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. А сейчас коротко о главном. Хэштег сержант прав. Пользователи социальной сети Инстаграм неравнодушны к судьбе конвоира, который избил подозреваемого в педофилии, запустили флешмоб. Заместитель Акима Абайского района изобличен в получении взятки. Заместитель посла США в Казахстане совершил ознакомительную поездку в шахтерскую столицу. Хэштег сержант прав. Пользователи социальной сети Инстаграм неравнодушны к судьбе конвоира, который избил подозреваемого в педофилии и запустили флешмоб. Ролик запустила жительница города Сатпаев. Женщина записала видеообращение к другим пользователям о том, что она запускает флешмоб в защиту сержанта полиции Сатпаева. Добрый день, уважаемые пользователи Инстаграм. Я запускаю флешмоб в защиту сержанта полиции города Сатпаев. К сожалению, я не знаю имени этого парня, который поступил в первую очередь как человек, а не как сотрудник полиции. Сержант прав. Видео с избиением вызвало общественный резонанс. Среди казахстанцев большинство жителей города Сатпаев встали на сторону молодого полицейского, который несколько раз пнул задержанного в области Паха. После появления в сети видеообращения активно начали публиковать фото и видео со словами поддержки в адрес сержанта. По словам многих из них, они поступили бы так же. В своих постах люди просят поддержать конвоера и восстановить полицейского в должности. Однако есть и другие мнения. Некоторые люди считают, что есть соответствующий закон и служебная этика, которые не допускают такого поведения со стороны стражи порядка, ведь они должны действовать согласно этическим нормам. Я слышал происшествие. Считаю, это ужасно. Этого сержанта можно понять, ведь он действовал как человек. Однако считаю его поведение непристойным. Ведь он работает в правоохранительных органах и должен соблюдать этические нормы. Я считаю, что он поступил неправильно, ведь у нас есть своя конституция и правила. В любом случае он показал свой непрофессионализм. Я считаю, что так поступать не должны стражи порядка. Напомним, пятилетняя девочка из города Садпаев в Карагандинской области пропала 23 июля. В полицию о пропаже ребенка заявил отец. На следующий день стало известно о том, что в Садпаеве задержан 50-летний мужчина, который обманным путем заманил пятилетнего ребенка к себе в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. Позже в сети появилось видео допроса мужчины, на котором один из присутствующих полицейских избил педофила. Той же ночью, 24 июля, стало известно, что конвой Руслан Жалмагомбетов был уволен и взят под стражу. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти и должностных полномочий». Заместитель Акимобайского района изобличен в получении взятки в полтора миллиона тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбюро по противодействию коррупции. По предварительным данным, передача крупной суммы произошла 25 июля. Как сообщает Нацбюро по противодействию коррупции, денежные средства получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы развития регионов 2020 и дальнейшее покровительство. Сулейменов задержан и водворен в следственный изолятор. Проводится досудебное расследование. Представители государственных органов города Караганды собрались для того, чтобы обсудить работу по реализации проекта «Рухани Жангру». В документе говорится о том, как к обществу необходимо сделать шаг в будущее, стать ближе к созданию еще более сплоченной единой нации сильных и ответственных людей. Особое внимание уделили вопросам о реализации программы именно в шахтерской столице. Программа «Рухани Жангру» на самом деле это попытка государству организовать так свою работу, чтобы у всех у нас проявлялось некоторое желание делать что-то лучшее. И если есть какие-то инициативы у населения, не оставлять их за бортом внимания, а наоборот прислушаться и, возможно, изменить свои какие-то программы уже действующие государственно. В своей программной статье Ельбасы четко и ясно обозначил механизмы «Модернизация общественного сознания». Поставлена задача по реализации программы «Рухани Жангру». В ее рамках в каждой области создаются проектные офисы. В числе первых, где проводятся разъяснительные работы по реализации проекта – это город Караганда. Программа «Рухани Жангру» – это новый подход к решению задач. Главная цель заключается не только в том, чтобы построить заводы и фабрики, но и в том, чтобы люди, которые будут жить в Казахстане в ближайшие годы, соответствовали этому новому времени, чтобы они ощущали себя казахстанцами и в то же время гражданами большого мира. «Рухани Жангру» как духовное обновление, духовная модернизация – это проект, который рассчитан на то, что сами граждане улучшают жизнь в нашей стране, сами граждане решают, каким быть его городу, району, области, в целом Казахстану. Сами граждане активно принимают участие, как в экономических процессах, создавая свои бизнесы, как в благоустройстве территории, участвуя в уборке территории, в организации посадки деревьев и так дальше, как в развитии массовой культуры и спорта, не заставляя, вернее, пропагандируя здоровый образ жизни, создавая какие-то спортивные соревнования и площадки на своих территориях, где живут. Программа «Рухани Жангру» включает в себя четыре подпрограммы – Торбиежине Белем, Атамикен, Рухани Казына, Ахпара Толканы. В числе задач проектного офиса – это контроль над реализацией проектов, а также развитие проектной методологии. Среди других задач – обучение и консультации по проектному управлению. Мы работаем с вами уже на протяжении месяца, даже более. И все вы знаете, что в городе, в Каргатинской области у нас создан проектный офис. У нас в нашей работе возникает много вопросов. И мы попросили сегодня руководителя проектного офиса, пропагандируемый губернатор Тори Тайма, сегодня принять участие в нашем семинаре и разъяснить основные направления данной программы, то есть чтобы мы все вместе с вами двигались в одном направлении. Сегодня уникальная такая возможность для нас с вами задать все вопросы, которые возникают по ходу работы, по исполнению этого программного документа. Встреча проходила в форме диалога, каждый мог задать интересующий вопрос. Участники не раз отмечали, что будущее любого государства зависит прежде всего от его жителей. А для того, чтобы создать успешное государство, нужно модернизировать сознание людей. Ведь все, что происходит в стране, касается каждого казахстанца. Заместитель посла США в Казахстане совершил ознакомительную поездку в шахтерскую столицу. Джон Марк Помершаем будет в Караганде три дня. В первый день поездки гость первым делом посетил физкультурно-оздоровительный комплекс имени известного боксера Геннадия Головкина. В минувший вторник заместитель посла США в Казахстане посетил Караганду. В рамках визита Джон Марк изъявил желание лично увидеть спорткомплекс известного казахстанского боксера. Гость остался под впечатлением от увиденного. Также он отметил, что Геннадий Головкин, открыв спорткомплекс, сделал правильный поступок, и это заслуживает еще большего уважения. У меня возможность сегодня приехать в Караганду. Мне очень самое приятное впечатление. Сегодня днем, посещая этот центр, видно, что это очень хорошие возможности для детей. И, конечно, Геннадий Головкин – это самый большой стимул детям заниматься спортом. Джон Марк приехал в Караганду впервые и остался довольным. В этот же день состоялась встреча с главой региона. В Акимате заместитель посла Ерлан Кушанов обсуждали экономическое сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами. Также обсудили совместные программы Америки с Казахстаном, отметил заместитель посла. У нас здесь в городе американский уголок. Мы стараемся расширять наши обменные программы. Поскольку здесь трехязычие, как государственная политика в стране, мы тоже стараемся помочь в этом плане. То есть культурные обмены, эксперты по преподаванию английского языка и так далее. И я думаю, что есть перспективы тоже в этих областях. Заместитель главы дипломатических миссий США в Казахстане подарил физкультурно-оздоровительному комплексу книгу американского автора Кристофера Кардзо «Великие войны». Этим самым он отметил, что восхищается талантом Головкина и считает его настоящим воином. В конце встречи Джон Марк пожелал удачи боксеру в сентябрьском бою. Спасать жизни – такова работа Азамата Жашкеева. Хирург более 20 лет своей жизни отдал серьезной и ответственной работе. И сегодня карагандинец вошел в список общереспубликанского проекта «100 новых лиц Казахстана». Эта программа нацелена на то, чтобы показать уникальные личности. В областном кардиохирургическом центре ежегодно делают более 5000 операций. В своем отделении Азамат Жашкеев лечит без операций – уколами эндоваскулярной хирургии. Благодаря его опыту и трудолюбию кардиоцентр занимает лидирующие позиции в республике. За плечами хирурга более 3000 эндоваскулярных вмешательств на сосудах сердца и периферических сосудах. Азамат Жашкеев ежегодно повышает свою квалификацию в таких странах, как Россия, США, Польша, Франция, Дания и Германия. «Основная современная технология наша связана с наличием ангиографа, современного ангиографа. То есть мы можем зайти в любой сосуд организма и сделать диагностику этого сосуда и исправить патологию сосуда. Именно это делается без разреза, через прокол, без наркоза. То есть риск для пациента очень минимальный». Свою трудовую деятельность Азамат Жашкеев начал в 1997 году стажером-следователем кафедры госпитальной хирургии. С 2009 года и по сей день работает заведующим отделением сосудистой эндоваскулярной хирургии. Он неоднократно выезжал в лечебные организации Казахстана для проведения мастер-классов. На сегодня в кардиохирургическом центре работают 10 эндоваскулярных хирургов, которых обучил Азамат Кенжинович. «По моей специальности практически все патологии мы можем лечить, чтобы отправили мы за границу или в другой город. Бывают очень редкие ситуации, когда, например, бывают редкие заболевания, когда эти редкие заболевания специализированы для каких-то клиников. В таких случаях мы стараемся отправить именно в специализированную клинику, которая часто занимается именно этой патологией». В Карагандинской области более 30-40 тысяч людей имеют сердечные заболевания. Самым опасным среди сердечно-сосудистых заболеваний считается инфаркт миокарда. Ежегодно Азамат Кенжинович выполняет более тысячи операций, и сегодня он вошел в список республиканского проекта «100 новых лиц». Этот проект для молодого поколения станет хорошим примером и мотивацией, потому что молодежь будет стараться брать с них пример и стремиться к самосовершенствованию. С Международной олимпиады по физике вернулся карагандинец Тимирлан Амангельдинов. Юноша стал обладателем серебряной медали. Олимпиада проходила в Индонезии. Международная физическая олимпиада – это ежегодное соревнование по физике среди учащихся старших классов. В этом году интеллектуальные соревнования проходят уже в 48-й раз. Олимпиада проходила в индонезийском городе Джокьякарта. От Казахстана приняли участие пять старшеклассников. Нашу область представил Тимирлан Амангельдинов, который стал обладателем серебряной медали. Юноша ежегодно участвует в республиканских олимпиадах по общеобразовательным предметам, где неизменно занимает призовые места. Также он участвовал на азиатских олимпиадах по физике в Якутии. Олимпиада была довольно сложной. Это все-таки самая престижная олимпиада по физике. В ней участвовало 395 человек с 88 стран. И я очень рад, что выступил на ней и взял серебряную медаль. В этом году Тимирлан окончил 11 класс. В дальнейшем планирует поступить в университет в Южную Корею. У юноши две мечты. Это стать известным ученым и инвестировать, поддерживать научные проекты. Осель Сазамбаева, Ажара Гибаева, Никита Миткин, Первый Карагандинский. В Караганде пройдет акция «День гражданских инициатив». Жителям шахтерской столицы предлагают поделиться идеями, как сделать жизнь лучше. Организаторы акции готовы принять и обсудить любые идеи и предложения, как улучшить жизнь в городе, районе, области, сделать ее более качественной и достойной. «День гражданских инициатив» пройдет в Караганде в рамках реализации общенациональной программы «Рухани Жангру». От мнения каждого из нас зависит, каким будет будущее той малой родины, в которой мы живем, подчеркивают организаторы. Все предложения и инициативы будут рассмотрены. Самые интересные и значимые из них войдут в один большой национальный проект президента страны – программу «Рухани Жангру». Все желающие могут рассказать свои предложения по улучшению жизни в городе 28 июля с 10 до 16 часов по адресу улица Гоголя, 31, офис 204. На сегодня у нас все. Если вы хотите поделиться интересной информацией, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. А я с вами прощаюсь. Аман Салволмсна. Субтитры подогнал «Симон»